Доклад на тему «Первые результаты применения аналога базального инсулина в условиях амбулаторного ведения пациентов на примере Москвы». Пожалуйста, Николай Александрович. Спасибо, Михаил Борисович. Уважаемый Михаил Борисович, уважаемые коллеги. Действительно, мы можем сегодня уже говорить о каких-то первых результатах применения гларгина-300 в Москве. И на самом деле мы сталкиваемся с каждым годом всё больше и больше с тем, что мы вынуждены анализировать постоянно огромные массивы данных. И для управления качественной терапией пациентов десятки тысяч больных, сотни тысяч какого-то региона мы обязаны, конечно, работать с таким массивом данных, что нужны действительно какие-то системы, которые нам позволяют это делать. И на самом деле наш регистр может быть не идеален в этом плане, как бы нам хотелось, но на самом деле другого инструмента на сегодняшний день у нас просто нет. И мы последние два года серьёзно работаем над тем, чтобы улучшить качество этого регистра. У нас какой-то прогресс есть, конечно. Есть ещё много задач, которые нужно решить. Но на самом деле он позволяет нам оценивать какие-то вещи, делать какие-то выводы и, соответственно, менять свои взгляды на те или иные процессы, которые происходят. И, соответственно, что мы можем сказать, что на сегодняшний день количество пациентов в регистре Москвы увеличилось с 94 тысяч до 331. Если мы берём с 2001 года по 2017, фактически за 17 лет, у нас такая динамика по количеству больных. В федеральном регистре за это время количество больных увеличилось в 2,1 раза, в 2,1, в 2,2 где-то. То есть в отношении набора пациентов в регистр мы идём где-то в полтора раза быстрее, чем федеральный регистр. И большинство, конечно, это пациенты со вторым типом, потому что количество пациентов с первым типом, оно выросло в меньшей степени, я покажу дальше. Но тоже прирост значительный достаточно. Есть вот одна небольшая ступенечка у нас в 2016 году, когда как бы количество уменьшилось. На самом деле оно не уменьшилось, потому что за этот год активно мы снимали дубли, и мы сняли около 15 тысяч дублей из регистра. То есть фактически вот эти предыдущие годы были завышенными, а вот это вот уже ближе к истине. И в этом году за счёт того, что дублей стало намного меньше, мы, соответственно, опять увеличили количество. И дальше у нас дублей в таком количестве уже не будет, и, соответственно, дальше этот рост будет продолжаться, потому что не все наши пациенты ещё находятся в регистре, и мы об этом знаем. Где-то ещё 30-35 тысяч больных в регистр не введены, тех, которые реально по Москве ходят. И над этим нам нужно будет в следующем году задуматься как раз. Если говорить о первом типе, то мы видим, что прирост примерно в два раза, точнее в 1,8-1,9 за 15 лет, здесь уже начиная с 2002 года. И на самом деле прирост идёт одинаково вне зависимости от возрастной группы. И дети, и подростки, и взрослые с первым типом прирастают примерно одними и теми же темпами, и количество увеличилось в два раза практически за 15 лет. Количество больных со вторым типом увеличилось за 15 лет в 3,3 раза. И мы видим, что за счёт женщин в основном, но при этом наблюдается такая достаточно серьёзно выраженная тенденция, что растёт доля мужчин в процентном отношении. Сейчас уже доля мужчин приблизилась уже к 32,5%, начинали мы с 25%. То есть у нас появляются мужчины в регистре, их становится больше, они потихоньку сдвигают долю, и половой состав у нас немножко меняется. Если говорить о компенсации больных диабетом, то динамика компенсации, особенно больных с первым типом, она не даёт нам каких-то таких серьёзных поводов для радости. И, собственно, Михаил Борисович, мы сейчас озаботились вопросом, как раз почему у нас больные с первым типом примерно находятся на одном уровне компенсации долгие годы, и никак эта картина не меняется. И что нужно сделать? Сейчас будут проводиться мероприятия, направленные на эту тему, чтобы понять, где здесь узкое звено, виноваты ли действительно больные, как сейчас было в дискуссии, либо всё-таки врачи, либо какие-то другие звенья оказания помощи. То есть всё-таки, может быть, нам попытаться разобраться, где здесь проблема, и что нам нужно делать дальше. Потому что на самом деле сдвиг, как вы видите, он несколько есть, но он в пределах 5-7%, доля пациентов с гликированным выше 7,5% уменьшилась, может, на 5-7% в целом. Но тут такая, в общем, идёт флюктуация, что даже сложно сказать, что на самом деле происходит. Потому что вот в этом году немножко хуже. Но по результатам, опять же, 11 месяцев. То есть всё, что касается 2017 года, я ставлю это на 1 декабря. То есть это за 11 месяцев эти цифры все ещё исправятся. Я в январе, соответственно, их пересчитаю и поставлю уже за полный год. Поэтому там ещё, может быть, какие-то изменения. По количеству больных точно будут изменения, их будет ещё больше. Значит, соответственно, со вторым типом тенденция более выраженная. И мы видим, что действительно сдвиг несколько лучше, и он более очевиден. И процент больных с гликированным выше 7 стал действительно меньше. Но на самом деле мы вложили в больных со вторым типом намного больше сил, труда и денег. Потому что, по большому счёту, за 15 лет в терапии первого типа поменялось мало, что глобально. Поменялись препараты в каком-то ключе. При терапии больных со вторым типом поменялось глобально очень многое. И процент инсулинизации этих больных вырос в разы. И, соответственно, изделия медицинского назначения и всё остальное. Ну, то есть, очень много было сделано и потрачено в этом направлении. Но сдвиг, он как бы есть, но не такой красивый, как бы нам бы хотелось, конечно, увидеть. И на самом деле давно меня волновал вопрос, а вот как же мы лечим наших пациентов. Потому что у нас никогда не было по Москве данных о структуре терапии. Мы примерно понимали, какое количество каких препаратов в год расходуется. То есть, по классам препаратов мы могли сказать, что вот метформина стокота уходит, упаковок, сульфанилочиина стокота. А вот в каких схемах, в каких комбинациях, то есть с инсулином, несинсулином, двойные, тройные, вот этой информации не было. И на самом деле достаточно сложно было из регистра её взять, эту информацию. Поэтому я сделал выборку 11 ЛПУ из 8 округов. То есть, почему так было сделано, почему не из всего регистра. Потому что качество заполнения информации в разных ЛПУ очень сильно различается. Есть проценты, определенные ЛПУ, которые вообще не работают в регистре. Их достаточно мало осталось, там меньше 5%. Есть проценты, которые работают, но работают в плане введения данных. То есть, данные вводятся, паспортные данные, вводятся о лечении, например, но не полные или не вводятся. И качество введения этих данных достаточно низкое. Если брать всю Москву и считать средние, то это получится достаточно картина, которая не отражает реальность. Поэтому были выбраны 11 ЛПУ, в которых частично где-то работают окружные специалисты, где-то специалисты, которые действительно качественно заполняют регистр. Они достаточно тщательно отбирались, эти ЛПУ, и вот по ним был именно сделан срез. Это получилось 15 практически с половиной тысяч больных. То есть, он не отражает всю Москву. Он, скажем, несколько выше среднего, этот срез по качеству работы может быть. Но это, наверное, то, к чему мы сейчас идем. То есть, он все равно нам ближе дает представление о реальности. И здесь мы видим, что все еще 1,2% у нас, получается, находится на только немедикаментозной терапии. Вот о чем Михаил Борисович тоже уже высказывался неоднократно в плане того, что все-таки немедикаментозная терапия уже в наше время – это, конечно, такой атовизм, который должен уйти. И что нам самое интересное, да, что 24,5% пациентов со вторым типом находятся на инсулинотерапии. Это гораздо выше, чем по федеральному. Сейчас вот приводились данные, Николай Николаевич показывал, 18% в федеральном регистре инсулинизация второго типа. У нас 24,5%. Но это разрыв, скажем, длиною в несколько десятков лет, потому что мы к этой цифре 24 шли очень долгие годы. И Михаил Борисович ежегодно показывал эти слайды, кривые, как мы постепенно к этой цифре движемся. И на самом деле это очень большое достижение. И остальные, соответственно, на терапии пероральными сахароснижающими препаратами. Если говорить о пациентах, которые не получают инсулин, то, как мы видим по данным регистра, около 55% из них на монотерапии, 41% на комбинации двух препаратов и 3% на комбинации трёх. И там небольшое совсем на комбинации четырёх сахароснижающих препаратов. Пациенты, которые используют инсулин, это 6% на монотерапии, 52% на комбинации двух препаратов, 38% на комбинации трёх препаратов, 4% на комбинации четырёх препаратов. И там чуть-чуть, буквально два человека у нас из этих 15 тысяч попалось на комбинации пяти препаратов. Это не совсем, опять же, достоверные данные. Они тоже вызывают вопросы, потому что всё-таки 56% монотерапия метформином. Но это вот регистр, это те данные, которые мы сейчас можем получить. Мы дальше можем отслеживать динамику и смотреть. Но у нас нет другого источника данных. То есть мы можем, конечно, собрать карты с поликлиник, их пролистать и посмотреть, что там реально написано. Но и то, как мы эти карты будем выбирать, по какому принципу, тут тоже много вопросов. И на самом деле, если говорить о комбинации без использования инсулина, то чаще всего это мы видим монотерапия метформином 38% и 14% сульфанилмочевиной, что тоже огромное достижение, потому что, я думаю, что если мы возьмём данные регистра российского, то там сульфанилмочевина в монотерапии будет присутствовать значительно чаще. То, что мы довели монотерапию сульфанилмочевиной до 14%, это тоже долгие годы работы в этом направлении. И на самом деле, вот получилось, что 38 метформина основное, сульфанилмочевина 14%, из комбинации двух препаратов, вот 34 метформин плюс сульфанилмочевина, наша классическая схема, а всё остальное у нас занимает меньше 5%, ну вот ещё метформин плюс ингибиторы ДПП вышли на 4%, а все остальные схемы терапии, они, в общем, укладываются в рамки 1% и меньше. Если мы используем инсулинотерапию, здесь в плане монотерапии что имеется в виду? Из этих 6% 4% инсулин смешанного действия, который тоже к монотерапии относится постольку поскольку, потому что два действующих вещества, да, тоже не совсем монотерапия. А остальное – это схемы, которые в регистре указаны как только базальный инсулин или только прондиальный инсулин, и не очень, опять же, понятно, это реальность, и пациент действительно получает такую терапию, либо это, опять же, дефекты ввода, и просто пациенту не вбиты какие-то ещё сахароснижающие препараты, потому что, ну, постепенно качество работы в этом направлении мы будем увеличивать. Я здесь ставил в таблицу только схемы, где реальное количество процентов, то есть то, что там меньше процента, полпроцента, я не ставил, чтобы не загромождать, здесь только, на самом деле, те схемы, которые в каком-то реальном количестве. И мы видим, что при инсулинотерапии самая распространённая схема у нас 36,2% – это классическая базисболистная инсулинотерапия. То есть чаще всего у нас инсулин используется именно в качестве базисболистной инсулинотерапии. То есть схемы, когда только базальный инсулин и метформин, сульфанил, мочевина, например, тоже одна из наших классических терапий схем, да, то есть это 21%. Ну и, собственно, та же самая схема, но ещё с добавлением базисболистной, но с добавлением метформина получается порядка 12%. И мы видим, что появляются комбинации пяти препаратов, которые тоже под большим вопросом, потому что, скорее всего, это имеет отношение просто к качеству заполнения регистра в плане снятия лишних препаратов, то есть тех, которые уже отменены. Наверное, здесь, скорее всего, речь идёт об этом, потому что схемы достаточно громоздкие и не всегда рациональные, потому что ингибитор ДПП с прондиальным инсулином и тому подобные вещи. И эти схемы, думаю, в следующем году мы будем анализировать уже по головам и по ЛПУ, и просто, соответственно, запрашивать у врачей, имеет это место на самом деле или нет. И сегодня мы говорим о том, что в нашу практику пришёл действительно новый аналог базального инсулина, гларгин-300, и уже говорили о том, в чём различия слайда, тут уже показывали, да, и мы понимаем, что увеличение капли в три раза, оно, собственно, достаточно серьёзно меняет возможность всасывания препарата из этой капли, потому что всасывание идёт с поверхности, площадь поверхности резко уменьшается, и вот это более постепенное высвобождение, более ровный профиль и даёт те отличия фармакокинетики, которые потом, соответственно, превращаются в клинические преимущества, и мы говорим о том, что существует более стабильный и пролонгированный профиль, мы отмечаем более низкие колебания, то есть более низкую вариабельность, о чём сейчас уже как раз и говорили, и, соответственно, этот профиль более постоянный, более предсказуемый. И мы имеем из этого определённые клинические преимущества, которые можем использовать, это продолжительность действия более 24 часов, что позволяет нам ориентироваться действительно без вариантов только на одну инъекцию и при этом использовать возможности гибкого режима введения препарата, и, соответственно, более низкий риск гипогликемии, и более низкий риск гипогликемии даёт нам возможность достижения более низких показателей тыщиковой гликемии, установки более низких целей и достижения этих целей, так как мы не боимся гипогликемии, соответственно, можем тетровать дольше, дальше и добиваться более жёстких, и ставить более жёсткую цель, и добиваться более жёстких целей. И на самом деле по результатам программы Эдишина было показано, что если снижение гликированного гемоглобина на гларгине 300 и 100 сопоставимо, то в отношении гипогликемии, а особенно ночных, есть существенная разница и снижение порядка 25% частоты ночных гипогликемических состояний, а ночные, тем более тяжёлые ночные гипогликемические состояния, это именно то, что, во-первых, с одной стороны нас больше всего пугает, а с другой стороны это то, за что, собственно, и отвечает продлённый инсулин, это его область действия, и это именно имеет отношение к его действию, потому что всё, что происходит днём, это уже другая история, её нельзя как бы относить к инсулину базальному. И здесь мы говорим о том, что нам важно получать разные данные, разные научные данные, разные клинические данные, и рандомизированные клинические исследования, которые служат основой для регистрации препаратов, введения в клиническую практику, они для нас важны, но не всегда результаты рандомизированных клинических исследований так уже хорошо интегрируются в клиническую практику, и так хорошо в ней воспроизводятся, потому что это всё-таки определённая ограниченная популяция населения участвует в этих рандомизированных клинических исследованиях, там достаточно жёсткий протокол, чёткий, жёсткий контроль, это достаточно искусственная среда, в которой исследуется препарат. И поэтому для того, чтобы интегрировать это все в реальную клиническую практику, нам интересно, как это происходит в реальности, и поэтому проводят наблюдательные исследования реальной клинической практики, которые нам дают действительно результаты наблюдений, опять же, в реальной клинической практике. И, соответственно, это ближе к жизни, и с одной стороны нам интересно и то, с другой стороны и другое, потому что и у других подходов есть свои плюсы и минусы, и нам важно знать и то, и другое, чтобы уверенно использовать препараты. И, соответственно, даже данные реальной клинической практики могут быть разные и полученные из разных источников, и регистры пациентов – это одно из таких важнейших источников данных, и мы массу видим публикаций и докладов на тему регистров, полученных из регистров разных стран. Есть достаточно известные давно и качественные регистры, скандинавские прежде всего, которые, конечно, могут достаточно интересные данные давать. Это может быть рандомизированные исследования реальной клинической практики, это может быть анализ амбулаторных карт, либо какие-то опросники масштабные, проводимые среди пациентов. Это может быть база данных назначений с точки зрения администрирования, то есть с точки зрения стоимости, госпитализации, каких-то фармакоэкономических подходов и тому подобных вещей. Это могут быть какие-то электронные архивы, содержащие данные о заболеваниях, о лечении и всем остальном. И все это формирует вот этот огромный пул реальных данных, которые мы можем в клинической практике использовать и должны использовать. И разница такая глобальная между исследованиями рандомизированными и исследованиями реальной клинической практики состоит в том, что они во всем, собственно, различаются. У них и цели разные. Часто рандомизированные клинические исследования проводятся масштабные для оценки эффективности, я бы сказал, и безопасности перед регистрацией. А вот исследования реальной клинической практики, они, соответственно, оценивают эффективность в реальности. И, соответственно, условия исследований рандомизированных достаточно экспериментальные, то есть формируется какая-то гипотеза, под нее создаются какие-то жесткие условия, жесткий протокол. Из этого протокола нет шага в сторону у врача-исследователя. А здесь, наоборот, мы берем реальную практику, что происходит в реальности. Врач не связан никакими жесткими протоколами, кроме обычных протоколов введения пациентов по данному заболеванию. Соответственно, это намного ближе к жизни. И схема лечения чаще всего о рандомизированных клинических исследованиях достаточно жестко фиксирована. И титрация, и какие-то подходы к назначению. И, опять же, даже если в каком-то случае это будет противоречить мнению врача, и даже, может, в чем-то логике, то врач-исследователь все равно не сможет от этого отойти. И он должен действовать по жесткому протоколу, а в реальной клинической практике, соответственно, врач действует по своим представлениям и тем алгоритмам, которые у него есть. И, соответственно, препараты сравнения тоже достаточно жестко регламентированы в рандомизированных исследованиях. Ну а в реальной клинической практике никто здесь ничего регламентировать не может. Собственно, как оно есть по лечению, так и есть. И, соответственно, мониторинг пациентов, конечно, в исследованиях рандомизированных намного жестче. И, соответственно, очень ограничивает пациента в его движениях и очень ограничивает врача. То есть это абсолютно разные вещи. И вот мы, переходя к, собственно, той задаче, которая перед нами стояла в декабре-январе этого года, мы получили, скажем, такую вот возможность перевести достаточно большое количество пациентов одномоментно, перевести на терапию более инновационным, скажем так, препаратам с улучшенными свойствами в отношении безопасности. И это нужно было сделать достаточно вот до короткий срок. И, собственно, у нас были в нашей жизни московские варианты, когда нам приходилось огромное количество пациентов переводить с одних препаратов на другие. И был уже опыт с этим связанный, и оппозитивный, и негативный в чем-то. И, соответственно, у нас были, мы когда-то переводили глюбинкломид на мигранизированные формы, мы когда-то переводили гликлозид на пролонгированные формы, мы переводили пациентов шприцов У-40 на У-100, мы переводили на генноинженерные препараты российского производства. То есть мы много с какими сталкивались на самом деле такими вот вещами в своей жизни, да, и всегда это были отдельные задачи достаточно серьезные. И вот эта задача, она тоже выглядела достаточно серьезно, и при первом рассмотрении просматривались уже определенные трудности, да, потому что все-таки изменение названия препарата для пациента, это, конечно, вот то, что написано на коробке, это важно. Здесь практически ни одной буквы не совпадает, да, то есть тут, в общем, совсем другое, да. Цвет ручки тоже совершенно поменялся, и пациенты на это тоже очень ориентируются. Изменилась концентрация раствора, изменилось количество инсулина в шприц-ручке и, соответственно, в упаковке. Ну и, соответственно, появилась из научных данных, появилась какая-то информация о том, что доза может как-то поменяться, и нам нужно будет как-то это отслеживать, потому что могут быть изменения в ту или иную сторону. И, соответственно, мы увидели вот эти потенциальные проблемы, когда стали с этим сталкиваться. Одной из проблем было просто нежелание пациентов это делать, да, и на самом деле 15-летняя история препарата «Лантус» на российском рынке, она никак не предполагала к тому, чтобы мы от этого препарата могли бы отказаться, и пациенту как бы разумному не всегда было понятно. Вот он 15 лет идет, у него все хорошо, а ему говорят, нет, вот будет еще лучше, да, но у него все хорошо, ему не надо лучше, да. То есть тоже как бы вот не всегда сложно было пациенту объяснить, да, что это более безопасно, что это более низкий риск гипогликемии и тому подобные вещи. Мы ожидали ошибок, связанных с набором дозы, и часто мы сталкиваемся и поправляем и терапевтов, и пациентов в плане того, что когда они видят другую концентрацию на ручке, они думают, что надо дозу в три раза меньше набирать. Это самая классическая вот такая вот ошибка, она встречается очень часто. Дальше, мы предполагали возможность передозировки, если пациент начнет набирать шприцом обычным У-100, потому что часть пациентов, когда остается 20-25 единиц в шприц-ручке, а у них доза там 60-80, они собирают несколько, из них шприцом вытягивают, себе одну дозу набирают и колят, соответственно. И здесь мы могли предположить, что это может привести к передозировке, потому что доза в три раза. Но опять же, потенциальная необходимость коррекции дозы, то есть пациент после перевода, и врач, и пациент должны были провести какую-то работу, чтобы понять, нужно ли что-то менять и в какую сторону. Ну и, скажем, наши организационные вопросы по расходу инсулина, потому что если выписывать так же упаковками, как мы и писали раньше, если терапевты писали, не глядя, вот две упаковки было ему на три месяца, две упаковки и пишем, то это в полтора раза больше инсулина, соответственно, в полтора раза больше расход по единицам и накопление этих завалов у пациентов в холодильнике. И как мы с этим боролись? Ну, естественно, проводились мероприятия для врачей, естественно, обучающие семинары, естественно, на окружных совещаниях вся эта информация доводилась. Мы разработали листовку как бы для пациентов, то есть основная целевая аудитория, конечно, пациенты, но при этом не помешало бы это и терапевтам иметь на столе, и самое главное, работникам аптечных пунктов. Как оказалось, это вот такое достаточно важное звено, и потому что пациенты, получив новую упаковку в аптеке, они не пойдут к врачу-эндокринологу разбираться, потому что это надо опять брать талончик, опять как-то, то есть они начнут пытать того человека, который стоит в окне аптечного пункта, что им с этим делать, то есть как по-другому, то есть вот если им что-то такое посоветует человек, который работает в аптечном пункте, это может быть неправильно. То есть, соответственно, была разработана такая анкета, где были расписаны основные проблемы, с которыми можно столкнуться, и что, собственно, с этим делать. И по результатам, что у нас оказалось? Мы попросили компанию, которая ведет, основной консоли, которая ведет регистр, собственно, взять данные за 2016 и 2017 год по количеству больных и по каким-то их основным показателям, чтобы посмотреть, что получилось. И что получилось? Что, соответственно, тот пул пациентов, который в 2016 году получал препарат, соответственно, Лантус, они перешли на Туджеу практически все, да, и оказалось, что еще за это время были назначены новые пациенты, и в целом количество увеличилось. То есть получилось как бы два таких рукава. Те, кто получали в 2016 и получают в 2017, и те, кто в 2016 не получали, были на другой терапии, либо вообще без инсулина, либо на других инсулинах, а в 2017 стали получать. И в целом получился прирост по людям 15% по первому типу, и, видите, 23% по второму типу. Если сначала там 26, это тысяч, тут получалось, да, всего, то здесь в конце уже 31 тысяча. Ну и здесь состав мужчин и женщины, соответственно. И возраст пациентов мы видим, как распределяют. То есть первый тип, основная масса, это вот они попадают в категорию, а, это второй тип. Значит, первый тип, они как-то равномерно распределились. От 18 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50, чуть-чуть меньше, до 60, дальше они потихоньку как бы исчезают, эти пациенты. И пациенты со вторым типом, основная масса почти 40%, это вот в категории от 60 до 70 лет, немножко меньше от 50 до 60 и от 70 до 80. Здесь их практически нет, и 10% у нас 80+, тоже получали препарат. И, соответственно, по индексу массы тела, это второй тип, конечно. Здесь получилось, что 40% имели индекс массы тела нормальный, практически меньше 30 и 60% в той или иной степени ожирения. Дальше. Терапия просто вот по количеству препаратов, применяемых, это монотерапия 2 и 3%, то есть получается, что Лантус либо Туджоу были в монотерапии 2%, судя по данным регистра. Комбинация 2 препаратов самая частая 60%, комбинация 3 препаратов 35% и 4 препаратов 3%, при этом базисболистной инсулинотерапии использовали 46,2% пациентов. То есть именно 2 инсулина, базальный и прондиальный, были у 46, но при этом кто-то еще дополнительно был в тройной или в четверной комбинации, были еще какие-то дополнительные препараты сахароснижающие. Дальше. Значит, в отношении доз, вот сегодня тоже уже обсуждалось, значит, по первому, я даже специально вынес не сотые, а тысячные, то есть две цифры после запятой, потому что изменение дозировок, оно иногда только на тысячных проявлялось как-то, да, сотые особо не отличались. И мы видим, что по первому типу, ну, практически никаких изменений, по второму типу были статистически значимые изменения, ну, тут вот 28,7, тут 28,8, 28,9, то есть, ну, десятые. То есть, но статистически значимо была тенденция к увеличению дозировки, значит, и болюсный инсулин, то же самое при втором типе, несколько там, чуть-чуть буквально, не знаю, насколько это значимо в клинической практике, была тенденция к увеличению дозировки и болюсного инсулина тоже. При первом практически всё осталось так, как и было. Значит, изменение средних значений гликированного гемоглобина. Значит, и изменение дозировки, вот этот предыдущий слайд, и изменение гликированного гемоглобина относятся не ко всем больным, а только к тем, которые в 16-м году были на Лантусе и в 17-м на Туджео. То есть, мы сравнивали вот этих людей, которые и в 16-м, и в 17-м получали гларгин. Те, кто добавились вновь в 17-м году на Туджео, мы сюда не считали, потому что это уже другие люди, они смещают показатели, и там, соответственно, картина и по гликированному, и по индексу массы тела, и по дозировке, она смещается. И здесь мы видим, что при первом типе тоже статистически незначимые изменения, которые укладываются в сотые. При втором типе статистически значимое снижение, но тоже в сотых от значения, то есть с 7,88 до 7,83. То есть, ну, практически можно сказать, что клинически значимых изменений, таких серьёзных, нет. Значит, была использована новая ручка, и мы говорим о том, что она другая, она содержит больше инсулина, при этом меньше резервуар, содержит он на полтора миллилитра. Значит, в чём преимущество этой ручки? Больше всего пациенты, конечно, оценивают возможность более лёгкого нажатия. То есть, это отмечают очень многие пациенты, что кнопка нажимается очень легко, и даже большая доза вводится намного легче с точки зрения усилия, что критично для пожилых пациентов с какими-то проблемами верхних конечностей, либо нейропатическими, либо ревматическими, либо какого-то другого генеза, то есть, у которых есть сложности с нажатием на поршень. И, соответственно, мы говорим о том, что меняется объём капли, и, соответственно, это требует меньшего времени прохождения инсулина через иглу. То есть, одна и та же доза, например, 100 единиц, либо занимает объём 1 мл, либо занимает объём 0,5 мл. И через достаточно тонкие современные иглы этот объём в 0,5 мл или в мл тоже должен пройти за какое-то время. И, соответственно, если техника введения нарушена, и пациент не додержал в подкожно-жировой клетчатке эту иглу необходимое время, то, возможно, какое-то количество инсулина под кожу не попадёт. Если капля меньше, и инсулин идёт быстрее, то вероятность того, что эта инъекция завершится правильно и качественно выше. И, собственно, мы как раз и задали вопрос нашим пациентам, мы их проанкетировали в плане того, изменилось ли что-то в плане удобства их работы со шприц-ручкой по разным параметрам, набор дозы, введение, установка иглы, оценка окончания введения дозы по отдельным параметрам. И в целом внизу просто вопрос задали, удобство улучшилось или ухудшилось. И, соответственно, наши пациенты нам ответили, в целом по всем показателям, где-то лучше, где-то хуже. Показатели ранжировались в баллах от 1 до 5, то есть единица – это самое плохое, пятёрка – самый лучший. И сравнение, соответственно, предыдущей шприц-ручки лантуса, которая серенькая, и глоргин ТУДЖЕО, то есть, соответственно, глоргин 300, которая зелёненькая. И здесь мы видим, что практически по всем показателям более высокий балл был отдан шприц-ручке ТУДЖЕО. Единственное, что по коррекции дозы практически совпало. Во всех остальных, ну, а, и установка иглы тоже не отличалась. По установке иглы удобство никак не отличалось. И, соответственно, по остальным показателям пациенты сказали, что им удобнее, соответственно, работать со шприц-ручкой ТУДЖЕО СОЛОСТАР. И на ответ на вопрос в целом удобства, как изменилось, мы видим, что 48% из половины ответили, что улучшилось, 10% сказали, что ухудшилось, и 41%-42% сказали, что не изменилось. То есть 90% считают, что качество удобства введения, оно либо осталось на том достаточно высоком уровне, который они по пятибалльной шкале отмечали, он исходно был высоким достаточно, то есть на том высоком уровне оно и осталось, либо оно стало лучше. И только 10% отметили, что, по их мнению, хуже. И в целом, в заключение, хотелось бы сказать, что общие какие-то такие тезисы, что количество больных увеличивается, мы это видим и по регистру, мы это видим и в реальной жизни. И, соответственно, у нас есть достижения по улучшению показателей компенсации, но в этом направлении, конечно, нужно работать дальше. И мы уже дошли до практически таких близко к европейским показателям инсулинизации второго типа, то есть четверть пациентов на инсулине, я думаю, на этом мы не остановимся тоже. И появление как раз новых современных препаратов, инсулина дает нам возможности в этом отношении продвинуться, не только инициировать качественную инсулинотерапию большому количеству пациентов, но и добиться с помощью этого инсулина результатов. Ну и, соответственно, мы видели сегодня уже показанные результаты клинических исследований, где были показаны преимущества глоргина-300 в основном в отношении, конечно, безопасности, безопасности с точки зрения гипогликемических состояний, то есть уменьшение вариабельности, более ровный профиль. И переход пациентов, в общем, характеризовался какими-то тенденциями к улучшению гликемического контроля у больных с сахарным диабетом второго типа. Нет изменений каких-то существенных при первом типе, и не отмечено каких-то клинически значимых изменений дозировки. Ну а по удобству использования пациенты дали достаточно высокие оценки, как, собственно, и той ручке, которая была до этого, так и, собственно, сказали, что в чем-то даже лучше то, что появилось сейчас. То есть ручка тут же у многих пациентов удобство и использование оценили выше, чем было при использовании ручки Lantus. Вот, собственно, результаты, которые я хотел доложить.